Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Да-да-да. И сегодня мы с вами обсудим такую тему, как философия просвещения. Я продолжаю свой уже курс лекций, уже скоро он заканчивается наконец-то. Тяжело, честно говоря, готовить лекции, особенно по общей философии, которые я, в принципе, неплохо сдаю, которые мне не очень интересно, собственно, готовиться. Но ради общообразовательных целей чего только не сделаешь. Начнем. Эпоха просвещения – это время, когда идеи рациональности и свободы расцвели с полной силой. Именно в эту эпоху активно начали развиваться науки, а мысль была направлена преимущественно на идеи свободы, которые послужили фундаментом для Великой Французской революции и многих перемен, происходящих в мире. Опять же, как и со всеми эпохами, как-то связанными с философиями, точных дат нет. Нет-нет, они неизвестны. Разными исследователями указываются разные даты. С кого там начинать эпоху, в общем-то, просвещения именно среди философов – непонятно. И как следует ли относить к эпохе просвещения тех мыслителей, которые к этому просвещению не имеют практически никакого отношения – это тоже хороший вопрос. Поэтому мы довольно-таки вольно распорядились с различными наименованиями, с различными философами. Да, и поместили некоторых из них в область философии нового времени, ну, потому что по духу они все-таки были поближе, наверное, к тем вот мыслителям. Например, тот же Беркли выбивается на фоне прочих мыслителей просвещения. Ну, вы помните Беркли с его довольно-таки странной философией. Практически все философы просвещения так или иначе критиковали Беркли. Он не нравился практически никому из представителей эпохи просвещения. Ну, очень странная идеалистическая философия, которая практически всех пугала. Также некоторые люди указывают, что Гопс, Локк, Лейбниц, Юм, Рид, Кант, даже Кант, многие другие тоже принадлежали именно к просвещению. И у этого есть свои основания. В принципе, Кант, о котором мы будем разбирать в следующей лекции, он посвящает, в общем-то, достаточно приличный текст о хвале эпохи просвещения. Он восхваляет эпоху просвещения, уважает ее деятелей. И в целом, отчасти, отчасти, действительно, он чуть ли не один из представителей этой эпохи. Особенно докритический Кант, который является, ну, чуть ли не банальнейшим ученым, естествоиспытателем, который также известен в своей одной теории, о которой мы тоже поговорим в следующей лекции. Вот он позитивно отзывается о философии просвещения. Это, ну, неудивительно. А Гоббс, Лок, Лейбниц, Юм, ну, тоже они не очень-то попадают в философию просвещения, потому что мы сейчас будем разбирать мыслителей. Их, в общем-то, основные концепты будем смотреть. Там, наверное, из всех выделяется Свидимборг только настолько, что вот вообще удивительно, как он тут оказался, что он тут делает. А все остальные философы просвещения, в принципе, занимают свое место. Вот. Теперь же перейдем к разбору конкретных авторов. Конкретные авторы. Вот у нас, смотрите, кто первый. Маркиз де Сад. Да, обожаю этого персонажа. Очень выразительный, очень интересный. Маркиз де Сад родился в 1740 году. Умер в 1814 регион Франции. Он основоположник учения абсолютной свободы. Ну, оно еще называется либертинизмом. Мы о нем еще поговорим немножко ниже. Основные аспекты философии. Ну, вы, наверное, читали Маркиза де Сада и его абсолютно порно-романы. Это же совершенно пошлые вещи там описаны. Ну, если вы, в общем-то, правоверный христианин, вы будете удивлены. Удивлены тому, что Маркиз де Сад делал вот в те вот годы, вот в те вот годы, в которые там нарисованы. Ну, конечно, не факт, что он сам все это делал, но описывал он это достаточно подробно. Включая гомосексуальные отношения, оргии и так далее, так далее, так далее. В общем-то, полный набор у Маркиза де Сада есть. Это, наверное, основоположник вот такой вот именно литературы в рамках европейского дискурса. И за это ему тоже вот как бы можно воздать. Действительно уникальная литература для своего времени. А философия в Будуаре там, например, или что-нибудь еще такое, ну, интересно. А основные аспекты его философии, кстати, давайте рассмотрим, как его вообще можно рассматривать как философа Маркиза де Сада, потому что не все рассматривают его как философа. Во-первых, это отрицание традиционного для его времени деления общества на дворянство, духовенство и третье сословие. У де Сада существует лишь сословие властителей и сословие рабов. Ну, кстати, на самом деле здесь он не очень такой вот, ну, уникальный персонаж. Многие так делили за всю историю человечества, поэтому, ну, ну, не повезло Маркизу де Саду. В этом он не уникален. Вторая идея о том, что убийство является благом для общества. Иначе народы погибнут целиком и полностью, ну, и полностью от перенаселения и нехватки ресурсов. Ну, забавно. Может быть, вы видели недавно фильм о Мстителе... Мстителе Война Бесконечности, да. Вот там есть Танос. И, видимо, прообразом Таноса был Маркиз де Сад. Да, очень-очень на это похоже, кстати. Вот абсолютно та же идея. Люди погибнут от перенаселения. Если будут там постоянно размножаться, их никто не будет убивать. Поэтому войны нужны. Вот так вот. Вот так считал Маркиз де Сад. Впрочем, последующий философ, например, какой-нибудь Шопенгауэр, скажет нам, наоборот, лучше их не рожать, чем на войну пускать постоянно. Вот просто вот антинатализм, то есть запреты народа. Мы не хотим, чтобы люди рождались больше. Потому что рождение вызывает страдания. Война тоже вызывает страдания. Поэтому лучше, чтобы они просто не рождались. Это уже у Шопенгауэра позже. А первым вот так вот проблему осветил именно Маркиз де Сад. Ну, пусть люди умирают. Why not? Дальше. Он проявил интерес к поведению человека, с которого сняты все ограничения, начиная от социальных и заканчивая религиозными. Отсюда и появились практически все его романы замечательные, которые, в общем-то, я рекомендую прочитать. Многим не понравится, но это очень-очень-очень такая вот выбивающая литература. Вы прочитаете Маркиза де Сада, и после этого какой-нибудь Лимонов покажется вам маленьким извращенным ребеночком, который вообще ничего не пробовал в жизни. Вот Маркиз де Сад. Главный основатель всех секс-шопов нашей страны и мира. Ладно. Четвертый пункт его философии – это отрицание самого существования Бога, а также всех моральных норм и правил, как предписанных церковными канонами, так и общечеловеческих принципов. Молодец, интересно, забавно. Причем, ну вот атеизм, даже в то время, еще во времена просвещения, атеизм не был такой вот распространенной модой, честно говоря. Мы сейчас посмотрим на учения всех мыслителей ниже, и там из атеистов, наверное, будет только один, если я не ошибаюсь. Я не очень хорошо помню эту лекцию, я ее давно написал, поэтому, ну я ее давно, в общем-то, сделал, и поэтому не знаю, не знаю, не помню. А кто там еще будет, точно, но вроде только один атеист будет. А остальные, ну, дисты, пантеисты и так далее, так далее. То есть отношение Бога к Богу в эту эпоху, оно тоже не сугубо атеистическое. Но Маркиз де Сад выделился, в общем-то. Считайте, один из первых скептиков – это Маркиз де Сад. Очень даже неплохо для того времени. Также обратим, что в его романах можно обнаружить многочисленные сцены инцеста, которые отличаются еще и особой жестокостью, иногда заканчиваются даже убийством. Маркиз де Сад, ну, вы просто должны понимать, какая эпоха тогда была. Это еще, в общем-то, не современность, когда подобных романов уйма нет. Нет, это древние, в древние такие времена. Это еще эпоха, когда христианство окончательно не ослабло все-таки. Так вот, следующая черта его философии – это Либертинаж. А, название – это название нигилистическое, написано философией, отрицающей принятые в обществе нормы. Да. Ну, вот такая вот у них философия. Но дело в том, что нигилистический – мне слово всегда не нравится. Употребление слова «нигилистический» – оно носит какой-то такой условный характер именно по отношению к существующим нормам, и по отношению к существующей морали, и по отношению к существующей религии. Любят, в общем-то, христиане называть нигилистами все, кто не придерживается христианской религии. И христианских норм, и общественных норм того времени, например. Но, в целом-то, Маркиз Де Сад в том числе вводит и некоторые свои, так скажем, нормы. Инцест, убийство, жестокость. Неплохие нормы, но... Да. Но сказать, что у Маркиз Де Сада вообще нет никаких норм, тоже относительно сложно. Ну, это философия вот такой вот абсолютной свободы, так скажем. Причем в таком негативном даже, наверное, понимании, в гедонистическом. Либертинаж — это вот гедонистическая такая философия, основанная на том, что вот можно получать удовольствие вот такими вот методами интересными. И поэтому стоит отвергнуть все моральные догмы. Да, также он сформулировал принцип относительности морали, что в то время, ну, тоже было, ну, прям очень даже невероятно. Тоже вот слава Маркизу Де Саду неплохо, неплохо. Но обычно среди философов просвещения Маркиз Де Сада нечасто, в общем-то, перечисляют. А сейчас мы перейдем к более классическим персонажам для этого времени. Во-первых, это Де Ламбер. Вот он, прекрасный у него портрет, как мы можем увидеть. Родился в 1717 году, умер в 1783. Вы не удивитесь, наверное, Франция, эпоха просвещения в основном французская. Ну, вот так вот получилось. Именно идеи просвещения, вот то, что считается просвещением, вот этот рациональный идей, развитие науки. Это все во Францию сейчас ударилось. В ту эпоху ударилось именно во Францию. И это связано во многом с тем, что возникло такое вот образование, как французская энциклопедия. И среди авторов, вот который был Де Ламбер и многие другие там. Дидро, например, и прочие, и прочие, и прочие авторы, которых мы будем тоже перечислять ниже. Вот. И вот благодаря этой энциклопедии, вообще из-за этой энциклопедии, по сути, и вот с помощью этой энциклопедии мы определяем, кто вот у нас философ просвещения, кто составлял эту энциклопедию, кто с ней тесно связан, и кто, наверное, ну, может, не может быть, не назван все-таки философом просвещения, а он может быть, ну, и другой философ. Но вот Де Ламбер 100% философ эпохи просвещения. Особенно благодаря тому, что он один из редакторов, одним из главнейших редакторов вот этой вот французской энциклопедии. А в теории познания он, след за Локом, придерживался сенсуализма. В решении основных философских вопросов Де Ламбер склонялся к скептицизму. Опять же, скептицизму, да, скептицизм сложное понятие. Потому что сейчас будет добавление сверху. Считай невозможным что-либо достоверно утверждать о Боге, взаимодействие его с материей, вечности или сотворенности материи. Так, во-первых, смотрите формулировку. Он считал невозможным что-либо достоверно утверждать. Считал невозможным, уже как бы не очень сомневался, видимо, в том, что мы можем или не можем утверждать. Значит, это уже не скептицизм. Во-вторых, вот этот вот псевдоскептицизм относится исключительно только к концепции Бога. Поэтому это такой узкий скептицизм в области религии, можно было бы назвать. Ну, то есть это неполноценный скептицизм, неполноценное учение скептицизма. Не знаю, зачем это слово постоянно употребляют все. Скептики, скептики, скептицизм, скептицизм. Ну, вот так было принято в то время и вот уже закрепилось, как я могу заметить. Так вот, ну, конечно же, он критиковал религию, религию, официальную религию, но не вставал на позиции атеизма. В отличие от французских материалистов, Даламберг считал, что существуют неизменные, независимые от общественной среды нравственные принципы. А скептик бы так не считал, в общем, проблема. Опять же, говорить, что он прям большой скептик, тоже, ну, по-моему, не очень хорошо. Но при этом хороший деятель, энциклопедист, врач, математик, очень грамотный, образованный человек, знающий культуру своего времени, действительно внесший в нее некое разнообразие. Спасибо Даламберу. Продолжаем. Бальтазар Беккер. Он-то, кстати, тоже редко перечисляется среди авторов просвещения, ну, именно в таких вот общеобразовательных лекциях. Но я все-таки решил рискнуть. Я некоторых авторов интересных лично для меня тоже добавляю. А, это голландский мыслитель эпохи раннего просвещения. Опять, заметьте, раннего, слово раннее, оно нас всегда должно настораживать. Потому что, посмотрите, века 1634 год по 1698, и как бы да. Как бы мы вот видим эти эпохи, а потом посмотрим на Даламбера. А был Даламбер с 1717 года. Это он родился только в 1717. Беккер уже умер, как бы, к этому времени. Ну, раннее просвещение, оно вот так как бы на границе стоит между новым временем и неновым временем. И тем более, Бальтазар Беккер немножко странный среди всех этих мыслителей. Но давайте рассмотрим, чем он такой странный. Потому что он разделял теологию и философию. Утверждал, что природу так же нельзя понять из Писания, как и теологическую истину вывести из законов природы. А похоже-то на какую философию? На философию средних веков, похоже на самом деле. А, да. Но при этом, как теоретик просвещения, боролся против охоты на ведьм. Заметим. Беккер прогрессивно считал, что не дьявол внушил людям мерзкие выдумки о ведьмах. А сами люди обманывают себя. В Библии говорится о существовании дьявола. Однако ничего другого нам о нем не известно. Один только бог, по его мнению, правит миром. Наделять же дьявола столь большим могуществом есть глупость и грех перед Господом. Вот что он писал в книге «Очарованный мир». Такой больше христианский философ. Он, наверное, даже и в эпоху нового времени особо вписывается, как мыслитель такой именно вот той вот эпохи. И в новое время не вписывается, и в просвещение не совсем вписывается. Ну, против охоты на ведьм. Тоже, тоже хорошее такое достижение. Эдмунд Бёрк. Ирландия. Политик и философ один из ранних основателей прагматизма. Вот тоже интересно. Он тоже такой специфический персонаж, по сути. Потому что Бёрк первым подверг идеологию французских революционеров систематической безжалостной критики. Интересно, да? Подвергается критику революционеров эпоху, когда, в общем-то, революция является таким большим достоянием. Вообще всей самой этой эпохи. Так. Он считает, что корень зла убедил в том, что революционеры пренебрегали традициями и ценностями, унаследованными от предков. Это, конечно, логично. Действительно, они так и делали. Ничего в этом... Ну, то есть, здесь с ним не поспорить. Действительно, люди уничтожали традиции, которые достались от предков. А при этом эти традиции, они как бы обоснованы веками. Веками, в которых жили люди вот в этих традициях, в этих вот мнениях, в этих позициях. Она уничтожает, по мнению Бёрка, духовные ресурсы общества и накапливающиеся столетиями культурно-идеологическое наследие. А радикализму французских революционеров он противопоставлял неписанную британскую конституцию. Ее основные ценности – заботу о политической преемственности и естественном развитии, уважении к практической традиции и конкретным правам вместо абстрактной идеи закона, умозрительных построений и основанных на них нововведений. Бёрк полагал, что общество должно принять за должное существование иерархической системы среди людей. Что, ввиду несовершенства любых человеческих ухищрений, искусственное перераспределение собственности может обернуться для общества катастрофой. Ну, то есть Бёрк такой противник просвещения, внутри просвещения. И это, конечно, неплохо. Заметим, что он ирландец и прагматик. Тоже какое-то такое интересное совпадение, потому что англичанам с их философией нередко свойственен прагматизм. Вот так вот. Так, движемся дальше. Маркиз де Кандерсе. 1743 год по 1794. Он француз. Француз неудивительно, да? Математик неудивительно. И философ тоже неудивительно. Родоначальник теории прогресса. Так, по крайней мере, написано в Википедии, что он родоначальник теории прогресса. Ну и прогресс встречается в его текстах, ну, может быть, тоже не впервые. Вроде бы можно было встретить слово прогресс до Кандерсе. Но именно он осмысляет это понятие и вводит его в такой в общий философский дискурс. Но. Но давайте заметим, что саму идею придумал все-таки не он. Мы можем возвести идею прогресса, особенно именно технического прогресса, еще ко временам Роджера Бэкона. Это такой средневековый мыслитель, который не Фрэнсис Бэкон, но который Роджер Бэкон, да, тот самый. Который, собственно, одним из таких первых мыслителей придерживался эмпирической философии внутри христианского сообщества. Вот этот Роджер Бэкон, он предсказывал, как в будущем все будет развиваться, если будет, в общем-то, дальше продвигаться техническое развитие, если будут делаться различные открытия в области механики, техники и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть Роджер Бэкон предвосхитил теорию прогресса, но не сформулировал ее таким образом, как Кондарсе. Ну, вот поэтому все-таки, наверное, его можно назвать, Кондарсе, одним из родоначальников полноценной теории, причем именно полноценной, такой большой теории прогресса. Но предшественники определенно были. И очень довольно-таки древние, между прочим. Согласно принципу Кондарсе, для определения истинной воли большинства, необходимо, чтобы каждый голосующий проранжировал всех кандидатов в порядке их предпочтения. После этого для каждой пары кандидатов определяется, сколько голосующих предпочитает одного кандидата другому. Так формируется полная матрица попарных предпочтений избирателей. И он считал, что вот так вот голосовать честно. Ну, про Кондарсе мы сегодня закончим. Продолжаем. Дени, Дидро. 1713 год, 1783. Вот там где-то 1700. Я вот уже, на самом деле, вот здесь можно уже смотреть, что... Да, скорее всего, мы свидетель эпохи просвещения. 1700 и дальше. Вот тут у нас как бы сомнений уже становится значительно меньше, что это эпоха просвещения или не эпоха просвещения. Вот здесь мы смотрим. Здесь уже вот такие вот 1773, 1774 у Кондарсе. А вот эпоха просвещения, конечно. Смотрим здесь. Эпоха просвещения, скорее всего. Здесь, не знаю. Раннее просвещение, оно как-то очень-очень-очень сильно похоже на новое время. Эпохи так, получается, входят друг в друга. И странно. Очень тяжело. Даламбер в определенной эпохе просвещения. Маркиз де Сад, определенная эпоха просвещения. Как бы вот, вот мы так вот получаем по датам. Если вот где-то в 1700-х, там где-то внутри, и особенно развиваются идеи какие-то вот такие вот свободные, то да, это эпоха просвещения, и автор определенной относится к эпохе просвещения. Дени Дедро. Возвращаемся. Неудивительно, что Франция, неудивительно, что он литератор и философ. А также основатель той самой французской энциклопедии. Дедро отрицал дуалистическое учение о раздвоении материального и духовного начала. Здесь немножко вот так вот сформулировано. Странно. Но это материальное и духовное. Это прошло и через философию Декарта. И вообще-то, ну, в христианской философии это тоже есть. Ну, в общем-то, вот он признавал, он отрицал вот это вот дуалистическое учение. Признавая, что существует, вы не поверите, только материя, обладающая чувствительностью. А сложные и разнообразные явления лишь результат движения ее частиц. Ну, понятно. Ну, то есть здесь тоже все понятно. Такой материализм, с одной стороны. С одной стороны у нас материализм. Человек представляет собой только то, что из него делают общий строй воспитания и смена фактов. Каждое действие человека есть акт необходимый в сцеплении актов. И каждый из этих последних также неизбежен, как восход солнца. Ну, то есть Дени Дедро де Терминист. Да. Но мы при этом заметим, что он является сторонником деизма. То есть бог есть. Бог есть вот так вот. У Дени Дедро есть бог. При этом основное, ну, в общем-то, внимание он обращает преимущественно на материю. Материальное учение у него значительно такое тоже развитое. Для того времени, в общем-то, у него довольно уже передовое учение о материи. Мы встретим непосредственно материалистов дальше. Ну, вот Дени Дедро, в принципе, с ним на одном уровне и находится. По своим политическим воззрениям Дедро был сторонником теории просвещенного абсолютизма, между прочим. Мы тут говорим о свободе, о демократии, но не все просветители были, в общем-то, такими великими демократами. Нет. Подобно Вольтеру он не доверял народной массе, не способной, по его мнению, к здравым суждениям, особенно в нравственных и политических вопросах. И считал идеальным государственным строем монархию, во главе которой стоит государь, вооруженный всеми научными и философскими знаниями. А просвещенный абсолютизм получается непосредственно, кстати, да, это довольно интересно. Это действительно довольно интересно. Вот у нас Екатерина II была поклонницей вот такого течения философии. Вы, наверное, в истории проходили, в общем-то, вот этот вот момент про Екатерину II, то, что она была абсолютным монархом, и то, что она была второй цель просвещенного абсолютизма. А что значит просвещенный абсолютизм? А вот что это, в общем-то, значит. И кто его основатели, и каких авторов она читала, и каких авторов она, в общем-то, уважала. Вот Дени Дедро. Он здесь. Он здесь, еще Вольтер там будет дальше. Вот они, они, они вот эти вот великие мыслители, которых очень любила Екатерина II, и вообще многие просвещенные, видимо, правители любили вот этих прекрасных людей. Так вот, Дедро верил в благотворность союза монархов и философов, подобно тому, как его материалистическое учение было направлено против духовенства, а имело целью передать власть над душами философов, философам. Философы должны править над душами. Понятно, да? Так его просвещенный абсолютизм стремился передать им же философам власть государственную. Я абсолютно за. Собственно. Ну, а что нету? Жириновский, он доктор философских наук же. Власть в руках. А теперь переходим к более таким материальным мыслителям, материалистам непосредственно, чья жизнь в основном и вообще все, чьи учения, в общем-то, были погружены вот в материальное мышление. Клод Адриан Гальвеций. 1715 год по 1771. Регион, вы не поверите, ну, как обычно, Франция. Где еще просвещение? Франция. Если вы спросите меня, кем был тот или иной мыслитель просвещения, нужно отвечать французам, и вы угадаете в более чем 50% случаев. Философ и литератор. Что же считал Клод Гальвеций? Интересно. Во-первых, мир полностью материален. Бесконечен во времени и пространстве. Материя находится в постоянном движении. Мышление и ощущение являются свойствами материи, ее наиболее сложными образованиями. Также он выступал против агностицизма и идеи божественного происхождения мира. Гальвеций пытался создать науку о нравственности. По его мнению, из двух чувств любви к удовольствию и отвращению к страданию возникает третье чувство любви к себе. Именно любовь к себе он считал первичным импульсом всех действий человека. Любовь к себе порождает, в свою очередь, страсти, стремление к счастью и интересы прочие. Кстати, многие, да, такие вот рационалисты, именно материалистического толка, имеют именно вот такую вот позицию определенно по данному вопросу. То есть человек материалист, и он, в общем-то, что-то вот думает о мире, и хочет какую-то нравственность человеческую найти, вот приблизительно его позиция. То есть, да, есть определенный эгоизм, человеку свойственный эгоизм по природе, и поэтому, в общем-то, он и поступает, и формируется по этому его позиции, и поэтому он что-то вот делает в соответствии со своим собственным эгоизмом. Также он являлся сторонником учения, решающей роли среды в формировании личности. Считал страсти человека главной движущей силой общественного развития. Интересно. В сфере политики и экономики выступал за полную ликвидацию феодальных отношений и феодальной собственности. Был сторонником просвещенного абсолютизма, поскольку считал республиканскую форму правления непригодной для большинства государств. Ох, свобода, просвещение, либерализм, как бы. Ну, то есть, вы, как можете заметить, еще даже в эпоху просвещения не было определенных каких-то ориентиров. То есть, не было вот этой вот политической определенности. У нас есть монархия, у нас есть аристократия, у нас есть республика. Что же нам из этого выбрать? Что же нам, в общем-то, взять из этого? Вопрос. И все мыслители по-разному отвечали на этот вопрос. Так, опять же, давайте вернемся к шестому пункту, немножко его обсудим. Он являлся сторонником учения о решающей роли среды формирования личности. Ну, вообще, забавно, что материалисты, они, как бы, человека оценивают обычно одинаково. И вот влияние среды, детерминизм материалистам чаще всего свойственен. Ну, то есть, честно говоря, когда мыслителя, вот, в общем-то, 18 века, берем пример, вот у него точка зрения, и берем какой-то современного материалиста, который, ну, скорее всего, не очень образован, и у него точно такая же точка зрения будет. Это тоже интересная позиция. При этом, Клод Гальвеций, он хороший, он действительно для своего времени тоже выдающийся мыслитель. Ну, тут написано, что Гальвеции, его сочинения оказали влияние на многих мыслителей последующих эпох, Бентамо, Миле, в общем-то, утилитаризм здесь начинается и так далее, и так далее, и так далее. Следующий, вот, в общем, очень грозный дядька, судя по фотографии, Поль Анри Гольбах. А, Франция, конечно же, Франция, и, конечно же, он имел отношение к энциклопедии, философ-энциклопедиста, и считается, что он одним из первых объявил себя атеистом. Ну, утверждение, безусловно, спорное, потому что атеисты были уже в Древней Греции. Но атеизм, атеизм относительно чего? Относительно Зевса и вот пантеона вот тех вот богов, атеизм это одно, наверное, дело, а атеизм по отношению к христианскому богу немножко другое все-таки дело, потому что боги разные системы, разные, а монотеизм, который вообще не подразумевает телесности бога, с одной стороны, с одной стороны христианства бог духовен и лишь вот единожды воплотился в теле Иисуса Христа, а с другой стороны, боги все, ну, нередко считались греками телесными, то есть, ну, мужчины и женщины на небе очень сильные, могущественные сидят или не сидят, когда как. Многие греки материально воспринимали этот вопрос. Атеизм по отношению к тем богам это уже другое как бы дело, ну, потому что существование и несуществование бога в христианском дискурсе доказать или опровергнуть очень трудно. А с богами и с теми было попроще. Но Платон как бы тоже все испортил, напоминаю, что у бог боги неинтересно. Такс, Гальбах, крупнейший систематизатор мировоззрения французских материалистов 18 века. Он утверждал первичность и несотворимость материального мира, природы, существующей независимо от человеческого сознания, бесконечной во времени и пространстве. Материя по Гальбаху есть совокупность всех существующих тел. Ее простейшими элементарными частицами являются неизменные и неделимые атомы. Атомы, основные свойства которых протяженность, вес, все еще фигура, непроницаемость, движение. Напоминаю, очень похоже на учение Демокрита. Очень похоже на учение Демокрита, потому что там тоже у него фигурки. Атомы это фигура определенная, да. И у них непроницаемость, они нерушимы и так далее, и так далее, и так далее. Все формы движения этот мыслитель сводил к механическому перемещению. Материя и движение нераздельны. Составляя неотъемлемое коренное свойство материи, ее атрибут движения столь же несотворимы, неуничтожимы и бесконечно, как и материя. Гальбах отрицал всеобщую одушевленность материи, считая, что чувственность присуща лишь определенным образом организованным формам этой самой материи, ну то есть животным, людям, может быть растением, не знаю, может даже минералом. Теория с минералами была довольно тоже популярна в то время, или не в то время, но плюс-минус, в общем-то, та эпоха, плюс-минус сто лет. Ну просто интересная история тоже с минералами, потому что они считались таким предтечием жизни. Так вот, Гальбах признавал наличие объективных закономерностей материального мира, считая, что в основе их лежит постоянная нерушимая связь причин с их действиями. Человек является частью природы и потому подчинен ее законам. Свободу воли этот мыслитель отрицал ввиду причины и обусловленности поведения людей. Отстаивая познаваемость материального мира, Гальбах, исходя из материалистического сенсуализма, считал источником познания ощущения. Познание является отражением действительности. Ощущения и понятия рассматриваются как образы предметов. Материалистическая теория познания Гальбаха, разделяемая также другими французскими материалистами, была направлена против агностицизма, теологии и идеалистического сенсуализма, также против Беркли, ну это и есть его учение «Идеалистический сенсуализм», и учение Рене Декарта о врожденных идеях. Вот. В общем-то, такой обычный... Ну, посмотрите, вот Гальбах, вот Гальбецы. С точки зрения вот такой онтологически-физической, практически идентичных учений в общем таком виде. Мир бесконечного времени, пространстве, детерминизма, детерминизм придерживались. Вот таким вот общим категориям они очень похожи. Гальбах, в общем-то, чуть ли не возрождает, наверное, атомизм Демокрита. Интересно, тоже интересно. При этом, ну, определенно опирается на Лока и, видимо, Бекона тоже в том числе. Интересный мыслитель в данном случае. Ну, вот у них тут такая пара. Но они уже, видите, как последователи оба и Гальбецы, и Гальбах, они как бы завершают традицию материализма, так скажем. Гальбах систематизирует эту позицию. Здесь хорошо написано, что он систематизатор мировоззрения французских материалистов. И да, действительно, он систематизирует и сводит в своем учении все возможные материалистические позиции, что тоже довольно, видимо, полезно для материализма. Следующий мыслитель Шарль-Луи Монтескио. 1689 год по 1755. Он француз, философ, правовед. Француз? Да, регион Франции, конечно же, безусловно. Один из авторов теории разделения властей. Он считал, что законом, созданным людьми, должна была предшествовать возможность справедливых отношений. Отношения справедливости предшествуют установившемуся их положению закона. А люди имеют законы, определяющие отношения между правителями и управляющими. Это право политическое. Пусть у них... Так, есть у них еще и законы, коими определяются отношения всех граждан между собой. Это право гражданское. Ну, то есть, вот он разделил права уже на политическое и гражданское. Да. Как существо физическое, человек подобен другим природным телам, управляется неизменными естественными законами. Но как существо разумное и действующее по своим собственным побуждениям, человек беспрестанно нарушает эти вечные законы природы, как вечные законы природы, так и изменчивые человеческие законы. Потребность людей, живущих в обществе, в общих законах обуславливается необходимостью образования государства. Да, государство нужно вот поэтому. Для образования государства, политического, ну, то есть, политического состояния и установления общих законов необходимо гражданское состояние, то есть, единства воли. Такс. Также он считал, что миром управляет не божественный промысел или фортуна, а действующие в любом обществе объективные общие причины морального и физического порядка, определяющие дух народа и соответствующие формы и нормы его государственной и правовой жизни. Людьми управляют как материальные, так и идеальные факторы. С одной стороны, климат, почва и рельеф, а с другой нрава, обычаи, религия, законы, принципы правления и так далее. Такс. Главная тема всей политически правовой теории Монтескью и основная ценность, составимая в ней, политическая свобода. К числу необходимых условий обеспечения этой свободы относятся справедливые законы и надлежащие организации государственности. Он, в общем-то, выделял три формы правления. Республика, монархия, деспотия. И, в общем-то, среди них у нас есть три формы, в общем-то, таких вот качеств, которые им свойственны. В республике важнее всего добродетель, в монархии честь, а в деспотии страх. А вот еще один величайший мыслитель эпохи Возрождения – Жан-Жак Руссо. Он родился в 1712 году, умер в 1778. Ну, как ни странно, француз, писатель, политический философ, автор идеи общественного договора. То, что государство возникает из-за некого общественного договора, ну, то есть мы, как бы, договариваемся определенным образом, и так, в общем-то, все и происходит. Никаких богов, никаких богов не вмешиваются в создание государства. Нет никаких, в общем-то, привилегированных монархов, божественными силами, опять же. То есть, даже если появляется какой-то монарх, то он возникает в виде некого общественного договора. То есть, люди договорились, что вот монарх, и у него есть какие-то божественные полномочия. Ну, как и другие формы, в общем-то, устройства политического, таким же образом, с помощью общественного договора и организуются. Руссо впервые в политической философии попытался объяснить причины социального неравенства и его вида, иначе осмыслить договорный способ происхождения государства. Он полагал, что государство возникает в результате общественного договора, было уже сказано, и согласно общественному договору, верховная власть государства принадлежит всему народу, между прочим. То есть, Жан-Жак Руссо уже такой либерал практически. Он, кстати, очень много про гражданство рассуждает в своих текстах. Но, по крайней мере, пока какие тексты я читал, он практически ничего не доказывает. Вот что странно. То есть, он много постулирует, но практически при этом ничего не доказывает, и поэтому это кажется, ну, немножко странно. Ну, не так важно. Суверенитет народа неочуждаемый, не делим, не погрешим и абсолютен. Ну, доказательств этому я тоже у него не видел, поэтому, ну, я не знаю. Можем попробовать с этим согласиться, конечно. И многие европейские деятели современности, особенно либералы, они, да, они с этим соглашаются, безусловно. Он считал, что закон, как выражение общей воли, выступает гарантией индивидов от произвола со стороны правительства, который не может действовать, нарушая требования закона. Благодаря закону, как выражающей общей воли, можно добиться и относительно имущественного равенства. Демократия, ну, демократия, в общем-то, да. Такая прото-демократия. Руссо решил проблему эффективности средств контроля за деятельностью правительства, обосновал разумность принятия законов самим народом, обосновал, ну, как мог, рассмотрел проблему социального неравенства и признал возможность ее законодательного решения. Хорошо. Молодец. Следующий философ, или все-таки экономист, или какой-нибудь там исследователь, это Адам Смит. Вы не поверите, он не француз. Ну, по Адам Смит, понятно, не француз. 1723 год, по 1790. Родился в Шотландии. Экономист и философ. Автор знаменитой книги «Исследования о природе и причинах богатства народов». Да, известная книга Адама Смита. Он был материалистом. И этот материализм позволил ему сформулировать идею объективности экономических законов. Смит изложил логическую систему, которая объяснила работу свободного рынка на базе внутренних экономических механизмов, а не внешнего политического управления. Этот подход до сих пор является основой экономического образования. Смит считал, что человек является основой всего общества, и исследовал поведение человека с его мотивами и стремлением к личной выгоде. Естественный порядок в представлении Смита – это рыночные отношения, в которых каждый человек основывает свое поведение на личных и корыстных интересах, сумма которых и образует интересы общества. Интересно. В представлении Смита такой порядок обеспечивает богатство, благополучие и развитие как отдельного человека, так и общества в целом. Для существования естественного порядка требуется система естественной свободы, в основу которой Смит видел частную собственность непосредственно. Враг всех коммунистов Адам Смит, вот он видел. Видел основу частной собственности. Вот негодяй. Самый известный Афари Смита связан с невидимой рукой. Невидимая рука рынка, наверное, да, известное выражение. Вот она, невидимая рука рынка. Фраза, которую он использовал для демонстрации автономности и самодостаточности системы, основанная на эгоизме, которая выступает эффективным рычагом при распределении ресурсов. Суть ее в том, что собственная выгода достижима лишь через удовлетворение чьей-то потребности. Да, в общем-то выгода достижима лишь через удовлетворение чьей-то потребности, поэтому должен существовать рынок и, в общем-то, он будет существовать благодаря некоторым невидимым автономным законам. Таким образом, невидимая рука подталкивает производителей к реализации интересов других людей и всех вместе к росту богатства всего общества. Вот, Михаил Сметов очень любит Адама Смита. Неудивительно, очень неудивительно. Ой-ой-ой-ой-ой, осталось совсем немного, но вот это будет тяжело. Фух, Эммануил Сведенборг. 1688 год, по 1772. Он теолог. Он родился в Швеции. То есть, да, ни Англия, ни Франция, ни Германия даже. Швеция. Духовидец, имевший последователей. Кстати, Кант адресовал вот этому человеку письма, но он не ответил, не ответил. Кант слышал, кстати, про его тексты и раскритиковал его в одной своей книге. Но вот такая вот история интересная про вот этого интересного и очень странного человека. Сейчас вы поймете, почему он очень странный теолог, и не только теолог, и философ, и вообще довольно странный такой персонаж в истории и философии, и науке. И науке, заметьте, он ученый, между прочим. Автор многих сочинений. Основной его теосовский труд — это небесные тайны. Вот. Да, он вводил аллегорические комментарии к пятикнижью. В общем-то, теософия Сведенбурга. Которая называется, видите, там двумя такими странными словами, которые не очень, по-моему, звучат хорошо. Сведенбургианизм и сведенбургианство. Так вот, его теософия отвергает понятие божества как отвлеченного начала. Бог вечно имеет свою определенную и существенную форму, у которой есть форма человеческого тела. Истинно существующим является Бог и человек, Иисус Христос, и его царство. Материи, как самостоятельного бытия, совсем не существует. А независимость материальных явлений от их духовных причин и целей — это лишь обманчивая видимость субъективного происхождения. Сведенбург различал три области бытия. Небеса, ад и промежуточный мир духов. Откуда он все это взял, вопрос? У этого прекрасного человека были видения. Вы понимаете, он вроде бы считается философом, естествоиспытателем, теологом. А на самом деле у него были видения. Он все это видел. Он видел небесное царство, он видел ад, видимо. И поэтому создал такую интересную систему. Свои видения он называл памятными событиями. А здесь мы вспомним товарища Платона. Платон, кстати, тоже нередко апеллирует к воспоминаниям. Только воспоминаем мы мир идей. А здесь мы воспоминаем вот такой другой мир, больше похожий на христианство. После смерти у людей пробуждается сознание. В третий день уже в духовном теле появляется духовное тело. И вы понимаете, как интересно. То есть обычно есть душа, есть тело. Две разные определенные вещи, не сводимые друг к другу. Духовное тело. Да, появляется духовное тело на третий день после смерти. А в духовный мир человек попадает на третий день после смерти, превращаясь в духовного человека. А в духовном мире у человека духовное тело. В том мире он выступает в различные сообщества, которые коллегия называется. Коллегия, видимо. А живет в тростниковых хижинах. И работает за еду. Спасибо. Прекрасный рай. Духовный. Я буду работать за еду. Да. Как ни странно. У него есть усталость. Голод. Тоже интересно. Голод и усталость у духовных людей есть. Помимо духовных людей в духовном мире обитают ангелы, которые выполняют роль стражей. Во время одного из мистических путешествий, вот как это еще называется, Сайденбург увидел в духовном мире море, парусные корабли и плывущих черепах. Духовные черепахи Сайденбурга. То есть вы понимаете, что интересно. Самое интересное, что действительно он считается таким философом. Наверное, все-таки в большей степени потому, что философы с ним спорили. Так вот. Часто люди в духовном мире принимают вид животных в соответствии со своим характером. Добрые становятся голубями и овцами. Заблудшие совами и летущими мышами. Злодеи крокодилами и василисками. Суровые верующие козлами и драконами. А некоторые богословы огненными змеями. Сайденбург отвергал параллель между духовным миром и чистилищем. Оба находятся между адом и небом. Однако из духовного мира нельзя с помощью искупления перевести людей. С помощью католического богослужения. Ровно как нет в духовном мире и мучений. То есть в аду просто эгоистичные люди. Просто попадайте в ад к плохим людям и не мучайтесь. Сайденбург отстаивал идею свободы воли. Утверждая, что люди не статуи. Поэтому именно люди ответственны за то, кем они станут после смерти. Небесными ангелами. Ангелус Каэли. Или ангелами ада. Ангелус Инферни. Замечательно. Также он был против Троицы и за единство. В общем его бог един. Это не Троица. Не Трит. Все, мы практически подошли к концу. Следующий мыслитель это Вольтер. Француз. Писатель. Философ. Критик государственной религии. Критиковал религии и атеизм. Был деистом. По социальным воззрениям Вольтер сторонник неравенства. Общество должно делиться на образованных и богатых. Одновременно образованные и богатые с одной стороны. И на тех, кто ничего не имеет. И обязан работать на этих богатых. Их забавлять. Обязательно забавлять богатых. Потому что, ну а что еще остается делать вот этим вот глупым бедным людям, по сути получается, да? Трудящимся. А поэтому незачем давать образование. Если народ начнет рассуждать, все погибло. Убежденный и страстный противник абсолютизма. Он остался до конца жизни монархистом. Ну то есть сторонником идеи просвещенной монархии. Опирающейся на образованную часть общества, на интеллигенцию, на философов. Просвещенный монарх, его политический идеал. Ну, эпоха просвещения. Чего вы еще хотите от просвещения? Ну и последний мыслитель. Один из самых модных, популярных мыслителей после Лейбница и до Канта. Мыслитель, который оказал влияние на Ломоносова непосредственно и на многих других русских мыслителей. Христиан фон Вольф. Страна Германия. Родился в 1679 году. Умер в 1754. Немецкий ученый, юрист, математик, философ, энциклопедист, юрист и математик. В общем-то, уже было это сказано. Один из наиболее знаменитых философов в период после Лейбницы и Канта. Да, вот он такой прекрасный мыслитель. Многие идеи унаследовал у Лейбница. Можно даже сказать, что философия Вольфа. Такая упрощенная, очень упрощенная философия Лейбница. Ну, собственно, мы закончили с мыслителями просвещения. Вы могли заметить, что большинство из них, исключая вот этого прекрасного человека, была и, может быть, Адама Смита в некотором роде. Хотя нет, Адама Смита не исключая. Были свойственны некоторые похожие мотивы, да. Несмотря на то, что некоторые из них были деистами, некоторые были материалистами, как Гальвец, например, материалистом был. Либо водеисты, либо некоторые из них были даже извращенцами, как Маркиз Десад. Все-таки некоторые общие позиции у них были. И у них было недовольство в сложившейся системе. Одновременно и ценности, и религиозных, включая ценности, с одной стороны. А с другой стороны, у них было недовольство сложившейся политической системой. Недостаточно просвещенные были правители. Поэтому мы хотели бы заполучить просвещенных правителей. Хотим просвещенных правителей. Либо все-таки республику бы неплохо было бы сделать. Ну, потому что демократия нам все-таки нужна. Либо просвещенная монархия. Либо, может быть, аристократизм хороший сделан. Не знаем точно, что сделать. Но мы недовольны, в принципе, тем, что сложилось. Вот это вот недовольство, ну, наверное, объединяет практически всех вот этих вот авторов. За исключением Свиденборга. Ну, потому что Свиденборг, у него там все наверху будет. Ну, в раю или в аду, где угодно. В теле мы будем жить, уже без разницы, что у нас здесь будет происходить. Вот, какие замечательные авторы эпохи просвещения. Со всеми мы познакомились, на портреты посмотрели. Жан-Жак Руссо, один из самых знаменитых из них, между прочим. Да, надо это тоже понимать. Вот, вот, вот. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо за внимание.